Галиславица 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 Подаровать в этом смысле, чтобы дать кроткую категорию до того, что эта икона представит. В этот крыж замика еще два представления на оси, которые связаны с Адамом. На дне всегда представлена чашка Адама, потому что Иисус был крыжеван на месте, называемый местом чашки. И в губе традиции это было место похудения первого человека. Потому что всегда под крыжем в бизантийских представлениях крыжа представится именно та чашка, которая symbolизает Адама. Я тут даю еще такое поле, относив это место на иконе до фрагмента Евангелии о зиарне. Иисус говорил, что если зиарно пшеницы, впадавши в землю, не обумжет, то остается сам, а если обумжет, то приносит плонок фит. И здесь мы видим это умирание, это обумирание нашего эгоизма, этого всего, что сопротивляет себя в воле Бога в нашем жизни, и что в грунте речи справит, что мы на конец мы счастливы, что иным этого счастья не потратим дать. И та сцена на оси у гуры тоже относится до Адама и Эвы, потому что там Иисус Христус, вступая до отхлани, выдобыла человека, то есть Адам, значит, человек, и Эвы из пекла. И это таянница Великанокна. Мы говорим в Великанок, потому что Бук вкраска в нашу семность, в нашу ночь. Адам на иконе всегда представится в такой позиции, что даже не станет ухвыцить руки Христуса. Только Христус лапит его за надгарстек. И это является абсолютно дармовой, абсолютно дармовой миности Бога до человека. И Езус Христус стоит на поламанных воротах пекел и та отхлань, которая есть под ним, становится немного как море. Это относится снова до хрсту, что в хрсте святом, так как Фараон стал со своим войском затоплен в море червяном. Это тоже та figura демона, который влада над человеком. Так как в Хрсте святом мы также стали выдарки из отхлани, из смерти пренесены до жизни. Это была добра новина, что так на конец мы можем иметь уверенность, что мы не смертельны. Что та смерть, которая прийде до нас с уверенностью когда-то, та смерть, которая dotyка нашего цела, она есть только брамом, прzejщем. И целебруем в ночь пасхалную именно то, что Хрстус, вкратяясь в отхлань нашего греха, нашей смерти, наших цемностей, хочет нас с этого места выдобыть. Здесь хоризонтальны, на раминах крыжа они представлены, всегда на постах пасхалинных. Хоть Иисус Хрстус на иконе всегда представлены не так, как на представлениях в каких-то конвульсиях, в каком-то боле, но есть представлены во сне, как Адам, тащащий перед Арком Примирза. Его цело есть спокойное, майстатичное, pełное покою, потому что он показывает, что для сына Божего, то есть, что мы можем узнать, что мы мы должны быть дети Бого. Вы выполнение воли Бого, которая приходит через факты, через то, что нас спотника, также в этой ситуации, которая связана с тем, с тем, что вы выполнение воли Бого, акцептовать речевистость, также связанную с терпением, значит, отопокрыть. Это слово, которое Езус сказал, что сын человек не имеет места, где бы мог опрыть голову и то место, где бы мог опрыть голову, отпочнуть, то есть на крыжу, поэтому он всегда показан с тем, с тем головой деликатно спочывающим на его рамине. Но, которые споглядуют на крыж, czyli Дзевица Мария, и Ян, которые symbolизуют Кощество, они с представлены в этом cierпиене пасынном, которое тоже, я думаю, что это очень важно, потому что Христус действительно отдал свое жизнь, прелал свою найдущую кровь за наши грехи. И был это драмат, была это экзекуция очень 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 и поэтому я думаю, что когда в нашем жизни появляются какие-то такие моменты, когда кажется, что это для нас местом терпения, даже окрутного терпения, потому что мы можем быть уверены, что так как Мария, которая symbolизует Кощество, Кощество, как Ян, что мы можем лечить на то совместение этой wspólности в том, что нас dotыка. Швята пасхальные это швята радостные. Мы сегодня мы много поводов до смартфления, но хочу сказать, что Христус смартфистом, реально смартфистом, сези по правике ойца, вставя себя за нами и прийти повторно. Это я хочу подкрыслить с мощностью, потому что с pewnoстью то, что происходит сегодня в мире, это подготовление на повторное прийти Христуса. Я не хочу сказать, что оно зараз настопи, но каждое поколение имеет свои знаки eschatологичные, которые могут это поколение увражливить на то, что мы здесь на спacerе, на пелгримце, и что наше жизнь очень крохоткая, и что закончится. И что прийти тот момент, что с Паном Богом мы могли встретиться с ним. Те, которые его любят, тескнут за ним, будут проживали Диес Натали, этот день уродин тогда. Но те, которые от него далеко потребуют, чтобы могли прожить нашим посредством тоже, прожить того, что будут любить Бога, чтобы им милоси Бога. Я желаю вам доброй Пасхе, чтобы не прожить Бога, чтобы не не тратить веры, чтобы не вонтик милоси Бога, чтобы доказать что Он есть и Марана может на эту Пасхе прийти Пан Езю. Господи возраст Тебе услышит я он милый Субтитры создавал DimaTorzok